После 2014 года, с 2014 по 2022 год, Донбасс весь распиливался. Донбасс разворовывался различными людьми. Часть из них были из администрации президента, часть из ФСБ, часть привлеченные олигархи, такие как Курченко. Это люди, которые воровали деньги у жителей Донбасса, которые находились в непризнанных республиках ЛНР и ДНР. В этом ЛНР и ДНР существовали корпуса народной милиции, которые в случае нападения украинцев должны были дать достойный отпор. Однако, эти корпуса не существовали по факту, было минимальное количество бойцов и определенное количество генералов просто распиливали эти деньги. При зарплате в 40 тысяч, 20 тысяч оставлялось в касте, 20 тысяч давалось тому, кто подписывает, если боец существовал и сидит дома, подготовка не велась. А мертвые души просто получали эти деньги, генералы получали за мертвые души эти деньги и бюджеты пилились. Донбасс был прекрасным местом, где распиливались деньги, как сотрудниками администрации президента. Сначала это был Сурков, потом был Казак. В ФСБ тоже была абсолютно понятная иерархия генералов. Позорные компании типа сирийской, где ЧВК выполняла основную задачу, а армейцы летали на самолетах. Абсолютно позорные, хамские вещи, которые они выделывали в Сирии, типа пересечения границ соседних государств на самолетах, о которых многократно все командующие предупреждали Шойгу и Герасимова. Они не дали армии никакого боевого опыта. Огромное количество генералов увешало себя, как елку, звездами героя Российской Федерации. Большинство из которых никогда в жизни никуда не выезжали. Герои России получали просто за то, что один раз на комфортном самолете с кожаным салоном и опорированным столом генерал вылетал из Москвы в сторону Хмимима и возвращался обратно. За это получали звезду Героя Российской Федерации. Звание фактически дискредитировали, уничтожили это звание. Клоуны, которые целыми днями ходили и вылизывали задницу министру обороны и его свиты, они получали следующие звания, воинские, все почести и награды. Отсутствие управления, отсутствие вооружения и многие другие факторы встретили Российскую армию 24 февраля 1922 года. Вся операция держалась в секрете. Те командармы, которые должны были управлять серьезнейшими направлениями в случае начала, собственно говоря, войны, которая была развязана, они не в курсе было, что происходит. Победные карты, как во времена Великой Отечественной войны, с красиво нарисованными фломастером и карандашами, разукрашенными стрелочками, ходили на силе министру обороны Шойгу, те, кто никогда в жизни оружие в руках не держал. И поэтому получилось то, что получилось. Значит, теперь основы. Почему началась спецоперация? Красивая история демилитаризации и демилитаризации Украины. Она была бы возможна в случае, если бы за три дня был бы сменен режим, хотя, насколько я погружен в эту историю, Зеленский, когда стал президентом, был готов к любым договоренностям. Все, что нужно было сделать, это слезть с Олимпа, пойти и договориться. Потому что вся Восточная Украина, она населена людьми, которые генетически русские. И поэтому то, что сегодня происходит, мы идем этих генетических русских убиваем. Так вот, Бездарно спланированная операция, проведенные перед этим учения, и почему-то кучка недоумков решила, что они настолько хитрожопые, что никто не поймет, чем они занимаются во время учений, и никто не остановит их, когда они пойдут в Киев. У Шойгу просто яиц не хватило. Он трусливо сидел в своем кабинете, и в конце первого дня очень сильно удивился, почему потраченные тысячи ракет, которые нанесли удары, не имея нормальной разведки, не имея ничего, просто куда ни по поте, почему войска не могут продвинуться? Далее, беспощадное закидывание в ВДВ под Гастоми. Парни, которые прилетели и погибли, парни не знали, что они выполняют, какие задачи. Они знали, что надо встать там и выполнить свой долг. И поэтому в первые дни войны Шойгу погубил тысячи российских солдат. Он погубил самую боеспособную часть армии. А боеспособной была очень малая часть армии, потому что в армии долгие годы воспитывались лизоблюдства, и любой активный человек, он либо уходил из армии, либо готов был уйти немедленно. Когда начался позор спецоперации, в первые дни того, когда русские войска, зайдя бы из боеприпасов на территорию, не понимали, что им делать, а я спрашивал у многих офицеров и генералов, почему так произошло. И все они говорили, эти мрази, я подчеркиваю, они говорили слово мрази, имея в виду военно-политическое руководство страны. Они нам не сказали, куда мы идем. А украинцы, зная о том, что проходит учение, безусловно, мобилизовали минимальные силы. Безусловно, выдали людям в Киеве оружие. Вторая по силе армия мира, которую так распиаривали. Конечно, было понятно, что это не так. Это был воздушный пузырь, но хоть что-то можно было из этого показать. Позорно было за то, что Россия попала в такую глубочайшую задницу. Все рассчитывали на чудо. На тактическое ядерное оружие, на ядреную бомбу, которую вот-вот бросят на Варшаву. Но яиц не хватает. Слабоватый дедушки. Война нужна была для того, чтобы кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась, показав, какая она сильная армия. Чтобы Шойгу получил маршала. Этот указ уже был готов. И получил вторую звезду героя. Потому что ему очень хотелось войти в истории, как великий тувинский военачальник, который стал дважды героем и маршалом в фактическое мирное время. Война была нужна не для того, чтобы вернуть в нашу лоно российских граждан. И не для того, чтобы домилитаризировать и донацифицировать Украину. Она была нужна ради одной звезды с дополнительной вышивкой по периметру, чтобы один человек психически больной, когда ляжет в гроб, чтобы на подушке принесли эту звезду. Это первое. А второе. Война нужна была олигархам. Она нужна была тому клану, который сегодня фактически управляет Россией. Этот олигархический клан, он получает все, что возможно. Если у этого клана закрываются зарубежные бизнесы, то государство тут же делит внутренние бизнесы и передает их ему. Поэтому сажают бизнесменов, закрываются банки для того, чтобы клан не терял объемы своих денег. Деньги им не нужны. Они уже давным-давно сделали для себя все. клиники, в которых специальные аппараты, чтобы, не дай бог, он раком заболеет и все остальное, чтобы прожить как можно дольше. Эта олигархическая верхушка, она думает только об одном. Как проволочить свое тело как можно дольше и чтобы тело находилось как можно в более хорошем состоянии. Это их заболевание мозга. они не думают ни о стране, ни о людях, ни о войне, ни о чем, кроме себя. Так вот, вторая важнейшая задача операции была это назначение неким президентом Украины Медведчука. Того самого Медведчука, который уже заранее пробрался в Киев, сидел и ждал, когда придут войска, Зеленский и убежит. Все сложат оружие и он станет президентом этой Украины. Задача была в материальных активах, которые необходимо будет поделить после того, как они возьмут ее под контроль. Потому что воровали на Донбассе пачками, но захотелось больше. Решили поставить Медведчука, у которого все, что есть, это хорошие дружеские отношения, в руководстве страны. После того, как взяли Херсонскую и Запорожскую область, первое, что произошло, оттуда начали массово вытаскивать бульдозеры, металл и так далее. Когда мы взяли Попасную и поставили охранение на заводах, ну если эти заводы мы взяли, ну не разрушили, ну почему бы на них не работать? Туда пришли люди, начали снимать оборудование и вывозить в сторону России. И поэтому все, что произошло, наша священная война с теми, кто обижает русский народ, с теми, кто его пытается унизить, превратилась просто в рэкет, а вернее в крысятничество, поднятая в ранг закона, в ранг национальной идеологии. формируются две повестки. Одна на земле, другая на столе у президента. И поэтому мы целыми днями слушаем про 60 уничтоженных леопардов, про 3000 уничтоженных солдат-противника. Когда ты уничтожаешь леопард, ты поднимаешь птичку и снимаешь ее. Он стоит на месте сгоревший. Видеоролики, которые широко разошлись в СМИ, это единственный случай, когда украинцы напоролись на нашу авиацию, были высчитаны заранее и авиация, а потом пехотинцы нанесли им удары и были уничтожены то, что было уничтожено. Два леопарда плюс один там Т-72 плюс несколько Брэдли. Все это показывается с разных сторон. Никто не уничтожал 60 леопардов. Это полная тотальная чушь. Шойгу живет по принципу, чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищная. И поэтому идут обманы. Две реальности. На земле сейчас, на сегодняшний день, российская армия отступает на запорожском херсонском направлениях. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. резервы никто не дает. Управления никакого нет. По-прежнему истерики, в которых начальник генштаба после стакана водки визжит, как баба базарная, как свинья, в телефон, требуя вернуть позиции. И все, что может сделать командующий, он может сказать, все возвращено, и нарисовать на карте красную полосочку на несколько километров севернее, чем она сегодня реально есть. Поэтому то, что нам рассказывают, это глубочайший обман. И перед фактом мы встанем только в тот момент, когда, как было на Красном Лимане, как было в Херсоне, как было во многих других местах, сборище этих мразей, понимая о том, что они уже просрали колоссальный кусок территории, соберутся и заявят о том, что они перегруппировались на более выгодные позиции. То же самое происходит на Бахмуте. Противник все глубже, глубже, глубже внедряется в нашу оборону. Противник не убит своих солдат, противник экономит свою технику. Все, что противник не экономит, он не экономит боеприпасы. И поэтому солдаты гибнут, уходят с ранениями. Каждый раненый солдат завтра не возьмет автомат в руки. Время стремительно схлопывается.